Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александр Костенюк. И в этом видео мы разберем еще одну партию столь любимых вами шахматных движков. Наши старые знакомые Лила, Стокфиш, их великое противостояние. На сей раз белыми играет Лила, черными играет Стокфиш и разыграно ничто иное, как дебют гроба. Смотрим и учимся опровергать этот странный дебют. Итак, Лила открыла эту партию ходом g4, ход сомнительный, пешка крайняя двигается, набитое поле. Белые не борются за центр, после d5 черные в свою очередь захватывают центр, открывают слона и атакуют пешку g4. Но идея белых в быстром развитии королевского слона. Отмечу, что если уж так хотеть фенкетировать слона, то лучше ходить скромно g3 на первом ходу. После же хода g4, d5, слон g2, черные могут побить на g4. Этот ход вполне хороший, в партии последовало c4. И здесь черные ответили d4. Как уже отмечали наши все ведущие зрители, компьютеры начинают играть с какой-то определенной позиции после заведенных, можно сказать, в них теоретических ходов. И в этой партии самостоятельная игра движков началась именно после хода d4. Могу порекомендовать вам за черных также ход c6. Белые здесь обычно отвечают ферзь b3 с двойным ударом на b7 и d5. Здесь стоит защитить пешку на d5, не боясь взятия ферзь бьет b7. Стоит быть осторожным лишь в случае хода cd. Ловушка белых, ловушка дебюта гроба заключается в том, что белые надеются, что черные побьют cd. И после ферзь а4 они потеряют слона. Вот, в принципе, и вся дебютная идея этого странного начала. Но если черные ходят правильно, если они бьют пешкой e, то после ферзь бьет b7, конь d7. У черных отличная позиция. Ферзь c6 брать уже нельзя ввиду ладья c8 и теряется слон на c1. Можно также потерять очень легко ферзя. Например, после хода конь c3 черные отвечают ладья c8. И после ферзь бьет a7, конь c5 выясняется, что ферзь пойман и нету защиты от хода ладья a8. Поэтому белым не так просто играть. После ходов e6 и c6 они могут побить на b7 сразу, но это мало меняет суть дела. Конь d7 вновь и вновь на cd. Здесь уже можно кроме еда пойти и cd, потому что нету шаха на a4. После ферзь c6 следует ладья c8. Ладья бьет c4. И у черных перевес. Всегда бы было так легко получать черными перевес в дебюте. Но в этой партии, как я уже сказала, было сыграно на третьем ходу черными d4. Этот ход несет в себе идею жертвы качества. После слон бьет b7, ладья вроде как поймана, но черные не унывают и ходит конь d7. Лила отказалась от этого дара, сыграла h3. Наверное, стоило уже пойти во все тяжкие и побить ладью на a8, слон a8, ферзь a8. Но компьютерные программы после f3 e5, пользуясь тем, что ладья на h1 висит и после fg последует ферзь бьет h1, оценивают позицию с огромной компенсацией у черных. Понятно, что белые могут делать какие-то ходы, но все их фигуры пока на начальных позициях. Позиция короля ослаблена и, безусловно, черные имеют за качество очень хорошую игру. В партии же последовало h3, слон h5. Вновь стоило, наверное, пойти слон a8. С человеческой точки зрения, если вы играете дебют гроба, я бы все-таки порекомендовала брать качество, но и потом надеяться где-то реализовать материальный перевес. Хотя вновь после слона a8, ферзь a8, f3, e5. У черных шикарная игра. Они могут действовать активно. f5, конь f6, развить чернопольного слона, рокироваться и подготовить прорыв e4. В партии же последовало конь f3, но тогда получается, что белые страдают бесплатно. Ладья b8, слон c6. И смотрим, как реализует преимущество в развитии и в центре, и в пространстве. В данном случае контроль над центральным полем e5 компьютер оценивает очень высоко и согласен, несмотря на открытость позиции, поменять слона на коня. Слон бьет f3. Понятно, что после ef с такими пешками тяжело будет сражаться. Поэтому в партии последовало слон f3, e5. Здесь последовал ход a3. И после d3 все бы свелось после f5, a3 к позиции из партии. То есть иногда компьютеры начинают с несколько странных ходов свои варианты. Ну, а3, готовя где-то ход b4 и защищая поле b4. f5. Черные угрожают всерьез ходом e4. Белые, конечно, не могут допустить. Такого захвата пространства следует d3, конь gf6 и b4. Если белые не играют b4, играют конь d2, то черные могут сыграть c5. И, например, после 0-0 могут совсем смело и с открытым забралом броситься вперед g5. Уникальная позиция. Три черных пешки по пятой горизонтали. Ну и эта пешка на g5 не задержится, скоро шагнет вперед. g5 ход не обязателен. Можно просто продолжать спокойно развиваться. В партии же было b4, a5, подрывая эту цепочку на ферзевом фланге, c5, ab, ab, ладья b4 смело, без предрассудков, c6, конь c5. И белые не в силах в этой партии были удержать центральный пешечный прорыв. Смотрим, как это последовало. Конь d2, конь d5. Красиво стоят кони. Конь стремится на c3. Ферзь c2. И здесь смело вперед. Полный вперед. Е4. Несмотря на то, что вроде как белые так хорошо защитили поле е4. У них целых четыре фигуры контролируют это поле. Но идея черных в следующем. После d3 следует d3. Пешка еще одна. Ферзь d4 врывается в лагерь соперника. И на еd, конь f4. Открывается смысл хода конь d5. Он стремился не только на поле c3, но поглядывал и на f4. И сейчас два черных коня атакуют поле d3. И один из них туда вскоре отправится. Король f1. Конь cd3. Еf. Ферзь d4. Угрожая ни много ни мало детским матом. Позиция очень сложная. С человеческой точки зрения оценить ее не так просто. Ведь белые тоже имеют свой контур-шанс. Ладья а8. Черные вроде бы не развились. И им приходится шагать королем вперед. Причем смело вперед на е7. Но опять же, компьютерам не свойственны предрассудки. Они холодно считают варианты. И в данной позиции король на е7 чувствует себя достаточно защищенно. Ведь грозит мат. И надо защищаться от этого мата. Ладья h2 последовала в партии. И здесь очень важно, что черные забирают чернопольного слона белых. Иначе он бы мог шагнуть на а3 и причинить черным много проблем. Ферзь бьет c1. И здесь красивый тактический удар, переводящий партию в эншпиль. Технический эншпиль с лишней фигурой. Ферзь d3 шаг следует. Король g1 уходит белые. Ввиду того, что после король е1 тяжело было бы белым с королем на е1 защищаться. У черных очень много различных матовых идей. Можно спокойно ладья b2, слон b4. И затем, подключая, возможно, даже эту ладью по восьмой горизонтали, замотовать белого короля. Поэтому приходится, и компьютер это понимает, ходить король g1. После чего следует ферзь бьет f3, такая разменная комбинация. Конь бьет f3, конь е2, вилка, отыгрывая ферзя. И тот самый эншпиль, о котором я говорила, с лишней фигурой у черных. Но неприятные достаточно связки по восьмой горизонтали. Но опять же, компьютеру помогает то, что считает он хорошо, далеко. И таких эмоций, как страшно, у него нет. Смотрим, как черные развязались. Ладья d1, ладья b3. Король g1 угрожал неприятный шаг на f4. Но здесь все равно конь пошел на f4. Конь е5, конь бьет h3. И компьютер забирает пешку за пешкой. Конь бьет f2. Белые надеялись на контр-игру по восьмой горизонтали. И затем связка кем d7. И слон теряется. Но черные этого слона готовы отдать. h5. Так как у них другой козырь появился. А именно проходная по линии h. Смотрим, что с этой проходной сталось. h5. Король g2. Конь g4. Ладья е8. Шаг. Король d6. Вот так вот спокойно меняются приоритеты в позиции. Отдают черные слона. Готовы после конь g4 hg ладья f8 играть этот ладейник, оценивая его как выигранный. Но белые попытались забрать фигуру в несколько другой редакции. Сыграли ладья a5. Пограживая уже конь f7. Конь h8 выиграть ладью. Черные ладью защитили. И, как ни странно, перешли в эншпиль без качества. Опять же, с человеческой точки зрения, если рассчитывать этот вариант, то, возможно, даже очень сильные гроссмейстеры не поверят в силу этой пешки. Но мы продвигаем партию на несколько ходов вперед. Следует h4. Король h1 уходит. Белые. h3 шаг. И создается ни много ни мало матовая угроза по первой горизонтали. Ладья a1. Ладья b2. И выясняется, что очень уж неприятно действия. Сплоченные действия оставшихся в живых черных фигур. Угрожает шаг. Затем еще один шаг на g2. Если король остается в углу, то появляются матовые угрозы. Конь f2. Если король уходит на f1, то конь e3 и h2. Пешка проходит вперед. И белые не смогли защититься от угроз черных в этой позиции. В партии последовала ладья f1. Но тогда черные сыграли ладья h2. Король g1. Ладья g2. Король h1. Да, белые защитили пункт f2. Но после конь f2, ладья f2, ладья f2. Все перешло. Выигранный ладейный эншпиль. И черные достаточно легко и убедительно. А как еще может быть в компьютерных партиях? Никакой интриги. Не так ли? Реализовали свой материальный перевес. Никаких патов здесь не получилось. Бешеная ладья тоже белым. Не удалось ее организовать ввиду пешки f. Вот эта пешка f все портит белым. Посмотрим, как все закончилось. Ладья f1 шаг, чтобы лишить белых возможностей. Надеяться где-то на пад. Но тоже очень такое решение компьютерное. Просто отдать пешку, вернуться на f5, защитить пешку c5 таким образом. Потом подойти, съесть пешку. Ой, ну ладья f7 это да. Ладья f7 это крик отчаяния. Подойти пешку, съесть на f6 и выиграть. Ладья f6, либо король f6 в случае ухода ладьи следует. И черные реализуют две лишние пешки. Ну да, после ладья f7, короля f7, черные поставили мат. Очень быстро и очень просто. Линейный мат. Вот такая вот партия в дебюте гроба. В этом сомнительном начале. И стокфишу удалось доказать сомнительность этого дебютного продолжения. Хотя, согласитесь, партия была не такой однозначной с человеческой точки зрения. Надеюсь, вам понравилось. Жду ваших лайков, комментариев. Ну а мы идем дальше, к новым партиям.